Ну что, я надеюсь, вы готовы, потому что я вроде как да. Давайте сошьем, а материться ж нельзя, потрясающий тренч. Я знаю, вы все этого давно ждали, потому что на ютубе нет ни одного адекватного ролика, в котором девчонка шьет классный тренч, поэтому он будет у нас первый. Я буду шить тренч в стиле бёрбери, с рукавом регланы, с кучей там мелких деталей, весь процесс мы будем снимать, монтировать маленькими блоками и выкладывать на ютубчик. Соответственно, у вас будут все шансы в режиме практически реального времени наблюдать за процессом создания этого шедевра. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. И давайте уже начнём. Отлично, только ты сказала, у вас будут все шансы. Да, блядь. Для пошива тренча нам потребуется в первую очередь основная ткань. Ткани для плащей могут быть разнообразными. Начиная от обыкновенных хлопков, вот как у меня, и заканчивая настоящим материалом, который используют в классическом тренче бёрбери, это габардин. Габардин может быть как шерстяной, так и хлопковый. Также часто используют различные курточно-плащовые ткани, типа дюспа. Я же буду шить свой тренч из обычного хлопка. Хлопок достаточно плотный, имеет вот такой вот диагональный рубчик. Он с содержанием эластана. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я это узнаю уже после того, как тренч будет шит. Но, думаю, всё будет окей. Ткань, в принципе, достаточно плотная. Легко возвращается в свою первоначальную форму. Немного тянется. Также мне понадобится подкладочная ткань. Я буду использовать два вида подкладки. Одна это хлопковая, она более плотная. В принципе, подойдёт обычная рубашечная ткань. Просто выбирайте понравившийся вам, не очень плотный хлопок. И обычная вискозная подкладка. Её я буду ставить на рукава. Вот это у меня пойдёт на основные детали переда и спинки. Это будут рукава. Это что касается основного и обязательного. Далее. Различные виды клеевых материалов. В зависимости от ткани, под каждый тренч эти материалы могут быть разные. В моём случае у меня тонкий трикотажный дублерин. Им я буду проклеивать низ рукавов и низ по самому тренчу. Более плотный, можно сказать, универсальный дублерин. Он у меня пойдёт на паты, хлястики, там всякие застёжечки и мелкие детали. Сорочечный, воротничковый дублерин. Он очень плотный. Такой. Такой. Он мне будет нужен для дублирования деталей воротника, стойки и листочек. И, наверное, я продублирую им пояс. Также я буду использовать обычную бязь. В идеале это должен быть не клеевой флизелин или дублерин, но я его не нашла. Поэтому буду использовать бязь для фиксации припусков по низу. Но в процессе вы увидите, для чего мне это будет нужно. И два вида клеевых кромок. Долевая, которая имеет такую прошивочку. Она совсем нерастяжимая для дополнительной фиксации низа, рукавов и самого тренча. И косая клеевая кромка. Она мне понадобится для дублирования деталей, можно сказать, проймы на рукаве. Из клеевых это всё. Дальше нитки. Нитки я буду тоже использовать двух видов. Это универсальная нить и топстич. Отделочная нитка номер 30, то есть она потолще. Она у меня будет для отделочной строчки. Два вида пуговиц. Но я думаю, что, скорее всего, я куплю ещё промежуточный размер вот между этими двумя. Для того, чтобы сделать пуговицы вот здесь вот на патах на рукаве. Или как они там правильно называются. В общем, это вы всё увидите в процессе. Но для тренча понадобится два или лучше три размера одинаковых пуговиц. В трушном тренче бёрбере это, конечно же, пуговицы из рога. Но они достаточно дорогие. Это мой первый репетиционный тренч. Поэтому я использую вот обычные пластиковые пуговицы. Также я ещё буду докупать пряжки. Пряжка одна на пояс, две на рукава и одна на ветрозащитную планку. Они тоже будут трёх разных размеров. На пояс самая большая, рукава поменьше, планка самая маленькая. Но пока что я их ещё не купила. Это будет у нас докуплено в процессе. Собственно, всё это, что касается материалов. В принципе, в пошиве тренча именно на фурнитуру и дополнительные прикладные материалы денег уходит больше, чем на самую основную ткань. Шить свой тренч я буду по выкройке Грассер. Это выкройка номер, номер, номер. 574 тренч бёрбере с рукавом реглан. Здесь огромное количество всяких мелких деталей, которые используются в настоящем тренче оригинальном. Не знаю, получится ли у меня их обработать все или что-то я буду убирать. Это будет уже видно в процессе. Но выкройка очень большая. Описание к ней очень подробное. Поэтому, если ищете модель под тренч, советую вам именно её. Также там у них есть ещё выкройка с рукавом вточным. То есть, это реглан и есть вточной. Всё. Сейчас я приступаю к раскрою, а потом буду дублировать детальки. Обычные крайние вот эти вот контрольные знаки, соединительные, так их назовём, переносим. Просто продлевая этот знак на саму тканюшку. Можно сделать, кстати, вот здесь ещё надсечку в виде треугольника. И тогда ваш контрольный знак будет попадать уже непосредственно на выкройку. Потом мне придётся продлевать. А вот такие вот внутренние точки из серии шлёвок, кармана даже, я переношу вот таким способом. Я делаю здесь шилом отверстие. Ну, шилом, может быть, чем-нибудь острым, что у вас там будет под рукой. И вот в эти дырочки маркером ставлю точечки. Так мне не приходится особо сильно кромсать выкройку, что-то вырезать, отрезать. Получаются у меня качественно перенесенные точки. И по этим точкам я уже смогу разметить расположение. Допустим, своих шлёвок или кармана. Использую я вот такой вот аквамаркер, потому что у Prim есть ещё самоисчезающий маркер. Вот такой вот трик. Он тоже классный, но он пропадает спустя, наверное, сутки, но может быть, двое. А сколько я буду шить этот тренч, неизвестно, поэтому лучше я воспользуюсь вот этой штукой. Кстати, я ещё очень хочу сказать всем швеям с 40-летним стажем работы мои видео несут ознакомительно-развлекательный характер. Я ни на что не претендую, никого не мушу, и поэтому вот эти вот все ваши гаденькие комментарии про ателье в Европе и ваш чудесный опыт работы вы можете оставить при себе. Я делаю так, как мне нравится, так, как я умею, показываю свой результат. Кто хочет, может делать так, как я. Кто не хочет, может обратиться к вам, делать по-своему. Я никого, ни на что не вынуждаю. Проверьте ещё свой материал. Остаются ли проколы после игл или нет в вашем материале. Если вы будете шить из каких-то плащовых тканей или тканей с пропиткой, вот эти вот прокольчики от иглы, они потом не убираются. Если это у вас так происходит, то скалывайте детали в зоне припусков, чтобы на основной детали в готовом виде потом не оставалось дырочек. Итак, я раскроила все детали, которые необходимы для моего тренча, выкроила подкладку. Теперь приступаем к дублированию. Дублировать детали своего тренча я буду при помощи вот такого дублирующего пресса. я не знаю, дублирующий или просто вот такой вот пресс. С его помощью удобно продублировать сразу несколько деталей. Благодаря ему, когда я буду дублировать подборд, во-первых, захватывается очень большая площадь, а во-вторых, температура и давление всегда равномерное и не остается маленьких пузырьков, что в дальнейшем будет очень хорошо для носки. Если вы некачественно продублируете какую-то большую деталь, дублерин в процессе может отходить. Вот эта штука спасает, но в принципе в домашних условиях всегда можно обойтись обычным утюгом. Я раньше так и делала. Теперь про мои клеевые материалы. деталь верхнего воротника, деталь верхней стойки, то есть та, которая у нас будет прилегать к шее, я буду дублировать универсальным дублерином. Вот. Вот он выглядит у меня вот так. Это у нас идет сюда. Также универсальным дублерином можно проклеить вход в карман, но я провела испытание на образце, я не знаю насколько вам будет хорошо видно на камеру, но моя ткань дает небольшое пролегание, то есть вот этот дублерин, он будет виден. Поэтому я решила, что вход в карман я усилю при помощи бязи. Это будет обычная прокладка, я ее вырезала из бязи, потом в процессе пошива покажу вам, как мы будем ее фиксировать. Вот, это раз. Сейчас находим изнаночную сторону, укладываем деталь воротничка, укладываем деталь стойки, раз, раз, сверху накладываем дублерин, раз, раз, и два, и два. все это дело, максимально, раз, 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 накрываем всю эту красоту проутужинком, и запекаем. готово, открываем, и снимаем, и снимаем. детальки очень качественно продублированы, нету никаких ни пузырьков, вот здесь кусочек, хотя это даже припуском, не буду ничего с этим делать, вот, и так поступаем со всеми нашими детальками, раз, теперь переходим к более мелким деталям, очень удобный пресс, я его покупала, когда, после того, как я сшила свое первое пальто, потому что в пальто очень много деталей, которые нужно дублировать, мне на тот момент было полностью, и это было сделать обычным, на тот момент у меня даже парогенератора не было, я все это дублировала обычным утюгом, и, мягко говоря, задолбалась, купила я его на авито за какие-то небольшие деньги, и до сих пор радуюсь этому приобретению, ремешки на рукава я также буду дублировать тонким трикотажным дублерином, здесь точно так же вот перпендикулярно вставляю иголочку, переворачиваю, переношу свои отметочки места расположения будущих петель на другую сторону, кстати, да, я не обратила внимания, не посмотрела, в процессе раскроя моя ткань лежала как бы лицом наверх, я это увидела уже в самом конце, но решила это не исправлять, потому что много контрольных знаков мне нужны как раз-таки на лицевой стороне, поэтому такой расклад оказался вполне выигрышным для меня. Все это укладываем и накладываем дублеточек. быстро зажарилось. Кстати, мял очень классный, вот реально от души всем советую вот такой милок, сейчас я вам покажу упаковку от него. Такие милки продаются на Алиэкспрессе, целая пачка из 50 штук там в районе 200 рублей стоит, также они есть в Москве в нескольких оптовых магазинах типа Велтекс или как-то так. Здесь они стоят 500 рублей, но с учетом того, что доставка и скорее всего доставка тоже там будет какая-то платная, наверное, проще купить эти штуки в Москве. Очень крутой мил, он исчезает от утюга, при этом легко чертит, рисует абсолютно на любых тканях, но единственное, по-моему, он только белого цвета и не оставляет следы, то есть он по свойствам что-то среднее между мылом, воском и обычным школьным мелом, потому что, когда его точишь, все равно есть ощущение, что там что-то от школьного мила присутствует. При этом он не пачкает руки, от него руки не сохнут. Короче, мне он очень сильно нравится. Опа! всегда после дублирования надо дать деталям остыть на ровной поверхности, а то клей может где-то отойти или деталька примет неправильную форму, поэтому оставляем, оно остывает, а мы продолжаем. Итак, давайте подведем быстренько итоги нашего дублирования сегодняшнего. Детали верхнего воротника и верхней стойки продублированы у меня универсальным дублерином. Кстати, по поводу погон. В процессе дублирования для меня все же дошло, что можно почитать инструкцию и прочитав инструкцию, я поняла, что грассер нам дают два размера погон, то есть побольше и поменьше и на рукавах здесь тоже есть два положения шлевки для погон. Соответственно, вы делаете примерку, собираете свой тренч и уже примеряете, какие бы вам хотелось на плечах иметь погоны, побольше либо поменьше. Но, так как я не читаю инструкции, я выкроила сразу все погончики, но думаю, ничего страшного, я соберу тренч на примерку и уже буду исходить из раскроенных своих деталей. Определюсь. большие или маленькие я буду делать. Погоны я продублировала с одной стороны, то есть одна деталька у меня будет дублированная, одна где? Вот. Одна остается обычная. Вот так это будет выглядеть. Дублировала я это все тонким, самым тонким трикотажным дублерином. Детали ветрозащитной планки я продублировала с двух сторон тоже тонким трикотажным дублерином. Петелька, которая будет застегиваться снизу тренча для того, чтобы низ не разлетался, тоже у меня с двух сторон продублирована тонким трикотажным дублерином. ремешки на рукавах также у меня продублированы тонким трикотажным дублерином. Теперь, что касается а, дальше по мелочевкам. Детали нижнего, нижней стойки и нижнего воротника у меня продублированы воротничковым дублерином без учета припусков. Детали листочки также у меня продублированы воротничковым дублерином без учета припуска и с одной стороны. Есть. Детали спинки. Значит, я проклеила низ своего тренча тонким трикотажным дублерином и сделала неправильно. Вот у меня остался здесь кусочек где-то там в один сантиметр. Просто у меня заканчивался дублерин. Вообще надо клеить от нижа и до конца припуска. Но так как у меня будет здесь еще один слой флизелина, я думаю, это не особо критично. Мне просто было лень идти в магазин. По 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 сейчас скажу. У меня слева и права плохо. Это что? По правой части спинки я проклеила срез шлицы кромкой клеевой долевой. А по левой у меня проклеено все обычным универсальным дублерином. То есть весь припуск на шлицу. также здесь я планирую проклеить вот область чего это? Пройму. Область проймы косой долевой кромкой. Но это я сделала уже после примерки. По деталям переда у меня также проклеен припуск по низу. Будет проклеен вот эта область забыла как она называется область проймы проймы. Но это я тоже сделаю после примерки и после того как я сутюжу вот здесь вот этот участок то есть я его сутюжу и зафиксирую косой клеевой кромкой. Все место входа в карман я не клею потому что дублерин дает мне пролегание здесь у меня будет долевичок по-моему это называется штучка из бязи все контрольные метки я перенесла что касается деталей рукава пока что я их не трогала я хочу сначала собрать свой тренч на примерку убедиться что длина рукава мне подходит то есть ее не надо укорачивать после этого я проклею припуски по низу собственно все и вот тут разберусь с положением шлевки сейчас я собираю на примерку свой тренч потом будем обрабатывать уже мелкие детали на этом пока все сереж ну не беси меня там есть нормальный видос шанс я этот воздух униж смонтировать не буду как запишешь так и пойдет давайте сожьем тренч я уже не соображаю о чем мне надо сказать все хорошо тут